коллеги как и многие другие ветеринарные врачи очень долгие годы в своей работе мы пользовались несколько другим оборудованием при проведении узи в том числе абдоминальной ультрасонографии о которой я сегодня буду рассказывать и с тех пор как у нас последние года 4 появилась возможность работать с аппаратами affinity 50 фирмы philips жизнь разделилась на две большие категории до и после я вам пожалуй что донесу свои впечатления о том как поменялась моя работа после того как мы изменили класс оборудования с которым работаем в абдоминальной ультрасонографии но в жизни сравнить могу примерно со следующим я десять лет ездила на машине с механической коробкой передачи и все мне говорили ну что ты собственно говоря делаешь пересаживайся на автомат ты поймешь эту разницу но я говорила нет нет механика это очень здорово механика это удобно и механикой можно пользоваться но теперь пересев полгода назад на автомат я понимаю что на механику я не вернусь никогда и примерно такие же ощущения возникли у меня на этапе когда мы пересели с оборудования более низкого класса на affinity с которым мы работаем на сегодняшний день конечно первое что произвело на меня да наверное не только на меня но и на всех наших врачей и терапевтов огромное впечатление это качество картинки даже не обладая нюансами знаний о том как тебе правильно выстроить настройки оборудования используя автоматизированные системы настроек ты все равно получаешь настолько хорошую картинку что она в разы лучше чем та картинка которую ты получаешь на оборудование классом ниже оперируя всеми возможными настройками аппарата приведу вам очень простой пример как только мы начали работать на affinity у практически всех кошек которым мы делали абдоминальные узи мы начали ставить такой ультрасонографический диагноз как тефлит то есть мы предполагали наличие тефлита у наших пациентов через несколько месяцев мы нашей терапевтической скажем так средой задумались может ли быть такое что мы так часто видим тефлит у кошек ну наверное нет и скорее всего этот диагноз в нашей жизни появился просто потому что мы начали благодаря этому качеству картинки у кошек которым мы проводим обследование видеть слепую кишку хотя раньше мы этот орган не обнаруживали как орган в принципе и вот это вот детализация касается исследования практически любой системы органов которые мы можем проводить при абдоминальной ультрасонографии лично для себя я увидела еще следующие плюсы мы всегда работаем в каком-то замкнутом помещении и это замкнутое помещение зачастую является не просто кабинетом узи но и является кабинетом приема то есть мы проводим прием пациента и здесь же в этом же кабинете мы делаем ему узи аппарат оказался настолько мало шумным по сравнению с предыдущими поколениями нашего оборудования что это перестало мешать вести прием это первый второй момент он оказался настолько мало нагревающим окружающей поверхности что это тоже перестало мешать вести прием в этом же кабинете еще есть несколько фишечек несколько таких лайфхаков которые помогают работе ветеринарного врача потому что он ветеринарный врач ну например очень простое приспособление безумно простое это вот такие вот фиксаторы для кабелей казалось бы куда проще придумать подобный фиксатор почему он облегчает нашу жизнь потому что нередко мы вынуждены пользоваться мобильностью аппарата поворачивать его взад вперед в бок для того чтобы пододвинуться к нашему пациенту наши пациенты не всегда сговорчивы иногда оператору узи приходится брать узи и катать толкать его вслед за пациентом когда кабели свободно лежат они находятся просто на полу и что случается случается что колеса начинают ездить по проводам трансдукторов колеса начинают ездить по проводам питающим аппарат узи и даже в инструкции кстати очень советую прочитать инструкцию к аппарату как и читать инструкцию к любому другому на техническому оборудованию в инструкции написано что переезд колесами по кабелям трансдукторов и по питающим кабелем очень негативно сказывается на их долгосрочности службы и поэтому вот эти вот фиксаторы очень сильно упростили нашу жизнь в плане защиты этих кабелей и возможно возможно благодаря этому трансдукторы будут жить несколько дольше чем это было раньше для удобства перемещения аппарата что особенно актуально в условиях большой клиники были придуманы опять же гениально простые но очень хорошо показавшие себя фиксаторы стопы колес колеса аппарата можно зафиксировать либо так чтобы они не имели возможности вращаться в бок но при этом ехали вперед и назад для транспортировки по прямым линейным помещениям либо можно зафиксировать их полностью для того чтобы оборудование становилось неподвижным иногда владельцы исследуемых пациентов тоже хотят видеть что происходит на экране но находится не очень рядом с нами в этом случае я могу воспользоваться приятной опцией отвернуть экран к владельцу собаки или кошки и при этом я тоже самое изображение буду видеть на втором сенсорном экране до изображение будет чуть поменьше но тем не менее я буду понимать что видит на экране человек еще одна из таких фишечек которая сразу же западает в душу при работе с этой моделью это возможность автоматического улучшения усиления в том числе и по глубине на панели мы можем увидеть кнопочку под названием айскан путем нажатия этой кнопки аппарат автоматически оптимизирует усиление под получаемую картинку повторяюсь в том числе и по глубине поэтому вот эти вот бегунки которые мы видим на панели являются честно говоря неким атовизмом потому что получая возможность ездить на автомате используя вот эту вот кнопку ты теряешь необходимость надобность в том чтобы пользоваться вот этой вот механикой поэтому бегунки если исчезнут из этой панели на самом деле аппарат многого в своем качестве не потеряли и если уже никого не удивлишь возможностью комплектации оборудования доплерами и кг режимами тканевой гармоники и множеством других опций то вот такая вот автоматизация изображения встречается только в аппаратах самого высокого экспертного класса а а